Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Actylone Pro. Вы находитесь на канале «Строим дом шаг за шагом». Сейчас мы находимся на стройке и хотим вам показать дом, который построен по одному из наших проектов. Ссылочка на проект будет здесь. Итак, поехали! Проект этого дома называется «Солнечный». Заходим мы в дом через тамбур-прихожую, в которой расположен шкаф-купе. После этого попадаем в уютную гостиную, совмещенную с кухней, площадью 26 квадратных метров. Из гостиной есть выход на террасу. Также на первом этаже расположен кабинет или спальня родителей, площадью 12 квадратных метров. Санузел с душевой кабиной, умывальником и унитазом. И большая котельная-постирочная, в которой стоит отопительное оборудование, бойлер, электрокотел. И в перспективе будет размещаться тепловой насос. Площадь первого этажа 59 квадратных метров. Поднимемся на второй и посмотрим, что там. Поднявшись на второй этаж, мы попадаем в хозяйскую спальню, площадью 16,5 квадратных метров. Далее расположен санузел с большой ванной, рукомойником, унитазом, площадью 7 квадратных метров. Игровая комната для детей и детская, площадью 16,5 квадратных метров. Площадь второго этажа 61 квадратный метр. Общая площадь дома 119 метров квадратных. Вот такой дом у нас получился. Самый теплоизолированный у нас северный фасад. Там только одно маленькое окошко из санузла первого этажа. Здесь вы видите западный фасад. Этот фасад наиболее подвержен перегреву летом, поэтому из жилых комнат сюда выходит только одно окно из игровой детской, которое легко затенить при надобности. Дальше вы видите большой южный скат кровли. Он запроектирован под размещение солнечной электростанции, энергия с которой будет продаваться по зеленому тарифу. Для того, чтобы уменьшить расходы энергии на отопление дома и горячее водоснабжение, в перспективе будет установлен геотермальный тепловой насос, который в 4 раза уменьшит эти расходы. Вход в дом и окна основных комнат, спален, кабинетов выходят на восточный фасад. Давайте заглянем внутрь и посмотрим, как все сделано внутри. Дом в стадии стройки, поэтому сейчас мы сможем посмотреть узлы примыкания, посмотреть дом тепловизором, заглянуть на чердак и увидеть систему вентиляции. При проектировании этого дома основная задача была в его энергоэффективности. Поэтому еще на стадии разработки эскизного проекта был проведен анализ теплопотерь и теплопоступлений согласно пакета планирования пассивных домов. От заказчика стояла задача сделать так, чтобы та солнечная электростанция, которая будет стоять на доме, давала максимальный доход и поэтому нам нужно минимизировать все теплопотери и энергопотребления этого дома. На стадии проектирования был разработан проект системы вентиляции, системы отопления, канализации водопровода и разработаны все примыкания и узлы этого дома согласно критериям энергоэффективности. Давайте посмотрим, что получилось в итоге. При входе в дом расположена прихожая Тамбур. Дальше мы заходим попадаем в гостиную, которая совмещена с кухней. Дальше мы можем попасть в котельную. Вот у нас система воздуховодов. Это ветка подачи. Висит электрический котел. Также будет стоять тепловой насос. Дом отапливается теплыми полами. Также на первом этаже у нас находится санузел и комната, спальня или кабинет. Еще раз скажу, что в доме у нас везде приточно-бытяжная вентиляция, которая обеспечивает качество воздуха. поднимемся на второй этаж и посмотрим, что на втором этаже. На втором этаже у нас находится санузел, дом мансардный, поэтому крыша у нас совмещенная. Вот так сделан люк на чердак. Обратите внимание, что толщина утепления чердачного перекрытия 45 сантиметров. Как я уже говорил, вентиляционная установка смонтирована на чердаке. Сейчас залезем и посмотрим, как все сделано. вот у нас вентиляционная установка с энтропийным теплообменником. Она будет утеплена шумохлушителями смонтирована на нашем объекте. Все сделано по проекту и отлично работает. Также у нас на втором этаже находится одна комната. Игровая детская. и спальня. Так как напольным покрытием на втором этаже будет паркетная доска, то второй этаж отапливается радиатор. вот на втором этаже у нас ветка подачи и обратка. Также в каждой комнате. То есть, каждая комната вентилируется самоостоятельно. Вот у нас воздухводы, которые идут на первый этаж. Вот вентиляция в этой комнате. Вот вентиляция в этой комнате. Воздухообмен в помещениях это обязательный критерий комфорта, который игнорировать нельзя. Спускаемся вниз. Будет вентиляция в этой комнате. Обратал воздухвод и красная подача. Ванная у нас только обратно воздухвод. Дом у нас из газобетона толщиной 375 мм с утеплением 200 мм снаружи. вот такие окта смонтированы. Стеклопакет у нас мультифункциональный двухкамерный с одним мультифункциональным стеклом и одним энергоэффективным. Толщина стеклопакета в 46 мм. Дистанционная рамка в стеклопакете пластиковая. Это позволяет минимизировать теплопотери по краевым зонам стеклопакета. Сейчас в доме ведутся мокрые работы. Поэтому мы видим небольшое количество конденциата. Но когда все высохнет, стеклопакеты будут абсолютно сухие. Даже на кухне и ванных комнатах. у нас есть тепловизор. На примере этого окна мы можем посмотреть как должны быть выполнены примыкания. Вот у нас примыкание к откосу. Температура на створке у нас 17 градусов. А в самой холодной точке монтажного шва или примыкание откоса 14,6. То есть разница в 1 градус. Также мы смотрим по периметру. Петля у нас всегда холоднее. А в откосе точнее в примыкании к откосу нет никаких проблем. То есть самая холодная точка на петле 13 градусов. Но это всего лишь одна точка. В примыкании к подоконному профилю около 14. В одном из видео, в котором я рассказывал о тепловизионном обследовании дома, люди спрашивали, как должно выглядеть идеально поставленное окно. Так вот, здесь окна поставлены идеально. Посмотрим теперь окно снаружи в тепловизор. вот у нас примыкание температура на улице минус 2 0 краевая зона стеклопакета самая теплая тут 4 градуса но никаких проблем по примыкании нет. террасе выполнил термошов то есть терраса отделена от дома слоем утеплителя поэтому никаких теплопотерей через примыкание к террасе мы не видим. Вот вход в дом снизу еще будет выполнено утепление примыкание но дверь сейчас немножко приоткрыта потому что ей пользуются и по петлям у нас есть теплопотери ну вот так вот должны быть смонтированы окна фундаменты утеплены той же толщиной какой утепленный дом выполнена гидроизоляция глубина утепления до подошвы фундаментов это 80 сантиметров посмотрим как сделано примыкание крыльца обычно это при тепловизионных съемках большая проблема здесь же как мы видим то что не заполнено у нас утеплителем то видно в тепловизор больше никаких артефактов не видно после проведения тепловизионного обследования мы формируем отчет в котором анализируем все снимки и термограммы проблемных или исследуемых мест сначала делается обследование здания изнутри при анализе термограммы мы обращаем внимание на самую холодную самую горячую точку на разницу температур между этими точками если эта температура больше 60 градусов значит проблема существенная и нужно ее как-то решать когда мы видим гистограмму это распределение температуры на снимке мы обращаем внимание изнутри помещения на то как холод проникает внутрь соотношение количества холода и тепла видно по теплым и холодным участкам при анализе снимков и тепловизионном обследовании снаружи ситуация обратная мы смотрим как тепло уходит из дома если у вас остались вопросы задавайте их в комментариях если вы заинтересованы в проектировании и строительстве энергоэффективных домов обращайтесь к нам также вы можете обращаться за вопросами расчета энергопотребления дома за проектами систем отопления вентиляции канализации проект за проектами архитектурной части конструктивной то есть все вопросы по проектированию и строительству энергоэффективных домов мы решаем также мы поможем с комплектацией дома системой вентиляции под этим видео я оставлю ссылки на те разделы на которые вам стоит обратить внимание при проектировании энергоэффективного дома заходите на наш сайт смотрите что мы можем предложить если у вас остались вопросы обращайтесь если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые серии и до встречи сайт чтобы не пропуск evitar ーー если вам понравилось если вам понравилось на моем « בע months white» вы задографируете свои красавет凄 до встречи по второму filled первые минуты посмотрите